Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Меня зовут Игорь, я эксперт по растениям. Сегодня я вам объясню, что такое нектарин и чем он отличается от персика. Относительно недавно появившийся на наших прилавках вот такой вот плод, похожий на персик, но совершенно гладкой кожи, вызвал массу всяких слухов и недоразумений. На рынках очень часто можно увидеть надписи или продавцы объясняют, что это смесь персика со сливой или салычой, иногда даже говорят с инжиром. Все гораздо проще. Нектарин это тот же самый персик, но получен он в результате генетических мутаций. Просто на одном из деревьев персика появились плоды с гладкой кожи, случайно вот ученые, сфекционеры их закрепили и образовали вот такой вот новый совершенно фрукт, который назвали красивым словом нектарин, от слова нектар, пища богов. Нектарин вполне оправдывает свое название, иногда даже его называют улучшенный персик, у него более плотная мякоть, он более сладкий, более ароматный. Кстати сказать, нектарин превосходит своего собрата персика по наличию аскорбиновой кислоты, каротина и калия. Вот калий как раз очень важен для правильной, хорошей работы вашего сердца. Если вы чересчур увлекаетесь жирной пищей, то вот как раз нектарины очень хорошо помогают справиться с этой проблемой. Большое количество пектиновых веществ как раз позволяет быстро очищать ваш организм. Итак, какой же плод выбрать, нектарин или персик? Если вы страдаете аллергией на вот эту пушистую шкурку персика и снимаете ее, тогда выбирайте нектарин. Если же у вас аллергии нету, вы не страдаете сахарным диабетом, можете есть эти продукты вместе, порознь чередует друг с другом. Они в принципе оба очень полезны. Приятного вам аппетита! Итак, сегодня я вам рассказал о том, в чем разница между плодами персика и нектарина. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши видеосюжеты, а еще лучше подпишитесь на наш видеоканал на YouTube. Приятного вам аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok